Деньги-то где? Деньги. 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 Россия занимает 118 место в мире по расходам на здравоохранение, практически вдвое отставая от лидера Норвегии. На образование мы тратим 3,8% ВВП. Это 88 место в мире. Лидеры Израиля и Норвегия расходуют 5,7 и 7,7% ВВП соответственно. По данным Минфина, в прошлом году сборы в федеральный бюджет выросли на 29%, почти до 19,5 трлн рублей. Из этой суммы более 4 трлн правительство потратило на скупку иностранной валюты, около 3 трлн на армию, почти 2 на полицию и 1,25 трлн рублей на финансирование чиновников. Центр обработки данных Федеральной налоговой службы открылся в Нижегородской области. Возможности нового портала сегодня оценил Дмитрий Медведев. Как рассказали представители правительства, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель ФНС Михаил Мишустин, применяемые технологии позволят в режиме реального времени следить за прохождением бюджетных средств, а также избежать ошибок при начислении налогов физических лиц. Возможности для того, чтобы проводить эффективную бюджетную политику, налоговую политику, следить за исполнением казначейских обязательств у Федеральной налоговой службы и в целом системы Министерства финансов имеются весьма неплохие. Это, конечно, уже совершенно другой уровень, это 21 век. Также можно получить и сведения о банковских счетах. Однако использовать эти данные для доначисления НДФЛ физическим лицам нельзя, так как сперва необходимо обнаружить доходы, с которых не был уплачен налог. Серьезные штрафы грозят и тем гражданам, которые получают доходы, но не платят с них налоги. В Вологде пытаются вывести из тени рынок жилищной аренды. Для этого объединили усилия сотрудники полиции, коммунальные и налоговые службы. Остается добавить. Обещали найти деньги, значит найдут. Найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. 9,5 триллионов рублей за первые 5 месяцев этого года перечислила в консолидированный российский бюджет федеральная налоговая служба. Но в первую очередь хочу сказать, что мы вошли в первый квартал 2019 года по сравнению с очень высокой базой, соответственно, 2018 года. Но неплохие сейчас темпы поступления налоговых доходов во все уровни бюджета. Если смотреть на всю страну, то темпы поступления в консолидированный бюджет страны выросли на 15,7% пункта выше, чем соответствующий период с января, включая мае 2018 года. И в федеральный бюджет тоже темпы роста 15,7%. Одинаковые две таких цифры. Что очень хорошо, это темпы роста поступления налога на прибыль. Соответственно, налог на прибыль 28,9% вырос по сравнению с прошлым периодом. В глобализованном мире достаточно сложно им существовать, потому что мы очень мелкая экономика. То есть суверенная экономика может возникнуть только тогда, когда эта экономика крупная. Мы 1,7 мирового ВВП, то есть перед нами 13 экономика мира. Перед нами находится такое количество экономик с принципиально другими цифрами. Экономика Китая 22, экономика 22 мирового ВВП, экономика Соединенных Штатов 24, Евросоюз суммарно там тоже 24 где-то там получается. То есть если посчитать все эти экономики, они там почти под 70, где-то там 1,7 затерявшиеся. То есть надо понимать, что для того, чтобы мелкая, как говорил в свое время один из президентов Соединенных Штатов, чтобы мелкая региональная держава смогла занять свое какое-то место, для этого нужно с точки зрения маркетинга выбрать какое-то некоторое количество ниш, узких ниш, в которых не ходят танки, и в этих нишах начать, как говорится, раздвигать всех плечами. Потому что невозможно делать ковровые бомбометания, просто у тебя нет ресурсов. Нет, ну позвольте. У нас с нишами, мягко скажем, проблема. У нас выключают, переключают образование, медицину. Куда вообще ни плюнь, везде включают и выключают. Но это шизофрения. Это же не вопрос с нишами. У нас это вопрос шизофрении управления. С нишами у нас как раз все хорошо. Для этого, грубо говоря, количество акторов игры под названием государство должно быть сокращено, кратно сокращено. Потому что сейчас система управления, она такова. У нас есть огромное количество людей, привязанных к оперативу, связанных с водными ресурсами, которыми раздаются различные водчины. И зачастую эти водчины не имеют собственного самостоятельного ресурса. И поэтому они очень сильно пересекаются. Они начинают доить нашу территорию. И население в том числе. А ресурсов на них, на пожирающих это все, у нас просто физически нет. Нас слишком мало, мы слишком плохо доимся. Надо в ванну перестраивать. Я думаю, больше встать. Там бассейн, жакузи. Только она все равно останется в ванной. Там два на полтора. И там все равно нас надо тогда сократить. На всех желающих места не хватит. Места уже не хватило. И, собственно говоря, новая экономическая доктрина, она же озвучена уже. Она озвучена тремя документами. Она озвучена доктриной так называемой энергетической безопасности, в которой, если мы почитаем, ее подписал недавно президент. Там абсолютно четко и внятно написано, что для нас угрозой является любой технологический прорыв в энергетической области. Любой прорыв. К слову о рывках и прорывах. Смотрите, мы уже, если я ничего не путаю, пропустили начало сланцевой революции в нефтегазоводобывающей. Про биотехнологии и автомобилестроение я вообще не говорю. То есть мы не то, что не пропустили, мы их даже и не заметили, по-моему. Хорошо, хорошо. Зато у нас есть северный поток. У нас, грубо говоря, абстрактная генная инженерия. Это где-то там именно как инженерия звучит. Но северный поток – наше все. И пока он строится и тянется, нам интернет, по большому счету, и не нужен. Потому что все, что нам должны рассказать, нам расскажут по телевизору федеральному. Конечно. А закончится поток, что будет? Будет северно-южный поток. Будет северо-восточный поток. Задача потоков – строить поток. Там зарабатывается на продаже труб. Не зарабатывается на прокачке. Потому что нам газотранспортная система, газонефтетранспортная система, вот она физически достаточно куда чего гнать. Дружба там у нас. Мы ее только что загадили так, что по самой небалусе. Мы пользуемся их газотранспортной системой. Все это не догружено, физически не догружено. Задача потоков – строить потоки и пилить на этом бюджете. Поэтому все они делают правильно. То есть мы зарабатываем деньги не на перекачке нефти и газа, а на строительстве. Ваша фамилия Ротенберг? Нет, мы – это обитатели ванной. Не-не-не, подождите. Мы с вами мыши. Мы в этом процессе принимаем участие. Только смотрим, что там где-то какие-то бабки проходят. И нам иногда, может быть, упадет кусочек сыра. Вы только про мы не употребляйте. А тогда они зарабатывают, да. Они, отжимая все, они зарабатывают. И поэтому они правильно все делают. Строя северо-восточные, юго-восточные, северо-южные потоки. И даже восток-западные потоки. Все эти потоки надо строить. Чтобы понять, какие системы слабые, какие сильные, вообще изучать и давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему с образованием, с хорошей, с наукой, с историей, с культурой. У нас с вами такая система есть. Это любимая всеми нами наша Родина – Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития. Родина – Россия.